дорогие мастера всем привет и сегодня хочу сделать обзор на новую фирму с которой я столкнулась почему она мне понравилась потому что здесь указано что это косметика лондона но я знаю что клей производится в японии то есть чем мне стало это интересно потому что большинство наших материалов все изготовлены в южной корее и тут я столкнулась клеем который производством из японии поэтому очень захотелось попробовать фирма которую я буду вам рассказывать называется реформа фирма реформа имеет очень хорошую косметику потому что я смотрю что они очень много занимаются ногтями большинство их материалов это европа канада и сша то есть это достаточно качественная косметика поэтому наверное мой интерес все-таки мой глаз упал попробовать на их не клей который называется supreme сейчас мы попробуем также у меня есть их не реснички если видите что какое-то количество уже было использовано толщина 010 изгиб cc для изгиба c завиток здесь очень хорошие ресницы черные до самого кончика они имеют умеренно такой глянцевую матовую структуру и насыщена черная то есть нет оттенка знаете синевые баклажаны и тому подобное потому что вот такие отливы мне не нравятся ресницы очень черные я вам сейчас покажу как легко и быстро из них формировать пучки сама упаковка тоже приятной внешности но такое заметила прям совсем но это небольшой минус но для мастеров которые работают в ленточной технике реснички посажены на черную ленту как бы для ручной техники для меня это вообще вообще не проблема то есть я легко формирую ресницы для ленточников наверное все очень индивидуально также средства которые на пробу взяла это гель-ремовер клинцер и booster абсолютно каждое средство работает прекрасно ремовер легко снимает хорошая такая консистенция приятно то есть я думаю что если сделать выбор на этой фирме можно использовать их не материалы и они будут очень достойными давайте все таки обращу ваше внимание на клей потому что я уже давным давно не рассказывала ничего о других брендах в основном только о своем да потому что я под себя подобрала все самое идеальное все самое лучшее и рекомендую это вам но не могу также быть равнодушно другим брендам потому что меня как бы это тоже интересует у кого что какие там новинки что есть быстро и тому подобное но клей заявлен здесь не самый быстрый то есть цепочка у нас 1 2 секунды давайте его попробуем по структуре он очень черный я сейчас взбалтываю клей для того чтобы структура его была максимально черная да если вы капнули клей видите что он более серого оттенка значит вы недостаточно его взболтали и так клей у нас очень черной консистенции мне так интересно потому что я уже давно в принципе не использовала другие клея и мне прям очень интересно но я могу сказать что я уже для себя пробовала но хочу также продемонстрировать и для вас и так давайте попробуем сформировать пучочки да они реснички раскрываются очень хорошо друг от друга отходят чем больше мы делаем манипуляции с пучком тем меньше он у нас слушается нас да вы смотрите здесь толщина ресниц 010 поэтому для такого объема 1 2 3 4 5 это конечно многовато потому что у нас получится очень толстая ножка да но смысл не в том смысл в том что я вам просто хочу показать как выглядят сами реснички и как работает наш клей примерно условия в которых я сейчас работаю у меня здесь достаточно так прохладненько поэтому клей обычно хуже работает когда слишком холодно либо слишком жарко да макаем нашу ресничку в клей и давайте посмотрим насколько он быстро работает нам необходимо дотронуться и секундочку удержать то есть клей заявлен как 1-2 секунды в принципе это абсолютно оправданная его сцепка носка у него очень хорошая до 6 7 недель заявлено но все клея если вы знаете 6 7 недель это конечно для них многовато но 3-4 недели 3 это маловато а вот 4-5 недель это вполне достаточно да и так сформировали еще один пучочек макаем в клей ножка получилась широкая потому что толщина ресничек 0 10 и ставим его на пальчик я думаю что заявлено как у нас заявлено 1-2 секунды примерно точно так же он и срабатывает ресницы очень черная поэтому если вы хотите попробовать средняя ценовая политика у этих ресниц поэтому если вы хотите попробовать какой-то новенький для себя бренд на нем абсолютно можно остановить свой взгляд итак давайте еще один пучочек макаем в клей и пробуем его зафиксировать дотронулись удержали и отпустили давайте сейчас попробуем сделать небольшой каркасик из вилочек 2d да потому что у нас толщина ресничек 0 1 это плотность для объемного наращивания 2d больше подходит до либо для классического наращивания и так макаем нашу ресничку в клей и фиксируем ее на спонжик дотронулись удержали и отпустили давайте будем делать следующую ресничку хотелось бы вам сказать о том что вы должны не забывать что пучки которые вы делаете во время наращивания должны больше быть похожи не на братьев и сестр да а должны похожи быть на близнецов дотронулись удержали и отпустили в таком случае вы получите очень красивый эффект и самое красивое наращивание да но эффект вы получите красивый в том случае если вы постараетесь еще смоделировать грамотно свою работу и так макнули дотронулись удержали секунду и отпускаю так дальше немножко можно регулировать реснички если вам не понравилось раскрытие поставили и можете отрегулировать саму ресничку уже на вашей натуральной ресницы дотронулись удержали и отпустили сейчас мы сделаем с вами такой как эффект разреженный до либо как все называют эффект лучики его потому что разреженный немного выглядит он отличается немножко от лучиков так смотрите как мы это делаем дотронулись удержали и отпустили так следующий пучочек хотя бы давайте 10 вилочек таких сделаем у нас уже есть шесть и 7 7 девочек 8 так еще берем несколько еще одну реснички правда очень симпатичные черный такой кончик хорошенький итак у нас получилось 10 вилочек давайте посмотрим как они просматриваются и сейчас хочу поставить несколько лучиков если вы знаете формирование эффекта лучиков основная длина которую вы выбрали по периметру глазика должна быть тоньше плотности чем вы выбираете сами лучики на данный момент у меня просто от реформы одна единственная планшетка с толщиной 010 поэтому я делаю такой эффект в одной толщине до что нам для этого необходимо берем просто большее количество ресниц то есть если у нас лучки были в объеме 2d луч если нас пучочки были в объеме 2d то мы сами лучки будем уже ставить реснички где-то по 4 итак с интервалом в 57 миллиметров наставляем наши лучики и последний сейчас поставим лучик посмотрим какой результат у нас получится как именно так вы можете формировать и моделировать у себя вашего клиента на глазики на так вот такой эффектность получается но для того чтобы все было выполнено правильно нам лучки здесь нужно брать в большей длине плюс 3 от основной длины и так фирма которую я вам сегодня продемонстрировала называется реформа я вам показала их реснички клей у нас также есть клинцер да то есть это обезжириватель и антисептик мы уже это знаем и также бустер ускоритель для наращивания ресниц и акдезии клея для парамизации быстрее да и гелевый ремовер который является очень мягким и достаточно приятно снимает наши реснички и главное что очень быстро но всегда с гелевым ремовером немножечко все равно нужно аккуратно чтобы он не затекал в глазик если все выполнять правильно по инструкции с ним очень легко и комфортно работать девчонки если у вас есть какие-то пожелания и вы хотите рассмотреть еще какую-то фирму чтобы ее протестировать там попробовать как-то в наращивании попробовать клей пожалуйста оставляйте комментарии под этим видео я рассмотрю и какое бренд наберет больше всего лайков я постараюсь сделать на него обзор сегодня еще раз хочу вам сказать что это была фирма реформа ссылочку на этот бренд я оставлю внизу под видео кто хочет попробовать реснички очень рекомендую клей тоже классный сцепка 1 2 секунды для мастеров среднего уровня то есть это не для самых профессиональных потому что для профессионалов можно выбрать клей там 0 5 1 секунды это 1 2 секунды но клей очень черный я не слышу запаха когда с ним работаю поэтому это является очень важным всем пока пока до скорых встреч новых видео и у Продолжение следует...